Добрый день, уважаемые зрители! В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по финансовым рынкам. С вами, как всегда, в это время веселим Питков, аналитики Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Еще раз, уважаемые зрители, хочу вас попросить, если вы меня видите и слышите, ставьте свои плюсики в чате. Итак, я открываю, конечно, свой рабочий стол. И, соответственно, поскольку я понимаю, у вас все нормально с трансляцией, поэтому начинаем. Так, плюсики пошли. Значит, что хочу сказать заранее. Вот я сейчас попробую зайти на страничку alparicom.ru. И на самом деле, вот только что она заработала. То есть, на самом деле, вот только что она заработала. Я предполагаю, что в связи с техническими проблемами, многие пока не смогли подключиться к этой трансляции. Надеюсь, что они сейчас уже смогут подключиться, потому что вижу, что страничка нашей компании заработала только что. Соответственно, вот и плюсики пошли в чате. Если кто-то все-таки не может, в принципе, в будущем, то есть, если в будущем вы заходите на нашу страничку alparicom, и никак не получается зайти в раздел аналитика или там, где обучение и где идут все вот эти курсы. Хочу сказать, что можете зайти в личный кабинет, если вы сохранили страничку для входа в личный кабинет. Заходите в личный кабинет и оттуда можете подключиться к этим трансляциям. Иногда вот такие проблемы возникают. Соответственно, имейте в виду, что в будущем, если через раздел обучения Forex не можешь подключиться к трансляциям, можете попробовать через личный кабинет. Хорошо, начинаем. Первое, что мы должны сделать, обсудить все ключевые макроэкономические индикаторы, события в течение этой недели, которые могут повлиять на валютный рынок. Начинаем с первой валюты, а именно с американского доллара. Давайте посмотрим, что в течение этой недели по США и, конечно, как все это может повлиять на валютный рынок. Владимир подключился. Добрый вечер всем. Зеленогорск. Да, были страшные сбои. Еле попал на расписание занятий. Я очень рад, что вы подключились, Владимир из Зеленогорска, так как вы один из наших постоянных участников. Давайте начинаем. Значит, сегодня есть несколько выступлений. Уильям Дадли выступает, Чарльз Эванс. Я на сайте писал, что... Давайте попытаюсь открыть эту страничку. Сегодня писал, что один из представителей Федеральной резервной системы, точнее, Федерального резервного банка Сан-Франциско, Уильям Дадли, сказал, что, скорее всего, ключевая процентная ставка США дойдет до 2,5%, а не до 2,8% или до 3%, как ранее предполагалось. То есть, у него также более такой голубиный взгляд. Вот это я сегодня утром написал. И, соответственно, хочу сказать, что как-то в последнее время меняется, что наблюдается, что некоторые представители Федеральной резервной системы меняют свои взгляды, и они становятся более мягкими. То есть, на самом деле, понятно, что идет цикл повышения ставок, соответственно, понятно, что идет ужесточение монетарной политики, но как-то вот это ужесточение не настолько сильное сейчас. То есть, видно, что идет смягчение ужесточений, если так могу сказать. Потому что говорить, что монетарная политика становится мягче, нельзя, потому что все-таки идет цикл повышения ставок. Но мы понимаем, что идет некое смягчение по сравнению с предыдущими заявлениями, заседаниями хорошо конечно то есть все вот эти выступления важны завтра хочу сказать что выступает дженит юлан всегда важно когда глава федрезерва выступает до этого очень много индикаторов по рынку жилья который в настоящее время находится в стагнации мы конечно все это будем обсуждать видно что инил кашкари выступает ларета местор брейнард соответственно понятно что на этой неделе очень много выступлений ведущих представителей федеральной резервной системы джеймс булар выступает в среду соответственно будьте на чеку рынок может реагировать иногда на вот эти выступления хотя я думаю что все вот эти выступления влияют на рынок внутри дня и не более именно сейчас подчеркиваю именно сейчас рынок будет реги если будет реагировать на вот эти выступления это будут краткосрочные такие движения по американскому доллару на фоне вот этих выступлений в дополнение хочу сказать что именно сейчас среду публикуется заказа на товары длительного пользования за месяц августе конечно заказа на товары длительного пользования без учета транспорта это очень важный индикатор в настоящее время для американской экономики понятно когда он повышается это хорошо для экономики наоборот когда он снищается это плохо также незавершенные сделки по продаже жилья публикуются в среду то есть более или менее среда более важный день выступление эрика грозенгрена в четверг четверг также будет опубликован ввп это последняя оценка за второй квартал она уже в известной степени полностью в цене американского доллара соответственно я каких-либо сюрпризах здесь не ожидаю то есть даже если поменяется сейчас ввп во время третьей оценки это скорее всего может незначительно повлиять на американский доллар ну конечно если произойдет некий сюрприз что изменение кажется вот третья оценка кажется намного лучше или намного хуже конечно доллар тогда может серьезно отреагировать выступает стенли фишер это вице-председателя федеральной резервной системы совсем недавно мы узнали что он уходит в отставку он отказался от своего поста и практически в ноябре он закончит свое пребывание федеральной резервной системе вот очень интересно что он скажет сейчас потому что он считался очень важной персоной в федеральной резервной системе вот так неожиданно он решил уйти это произошло в сентябре об этом я писал на сайте в пятницу для меня публикуется очень важная статистика потому что это личные расходы и доходы точнее расходы наличное потребление базовый ценовой индекс и расходы наличное потребление ценовой индекс это вся статистика за месяц август я хочу сказать что упубликую свой прогноз по ввп сша за текущий третий квартал после этой оценки соответственно в понедельник рано утром она май мой прогноз по росту американской экономики за текущий третий квартал будет опубликован на сайте компании альпари в разделе аналитика форекс месяц назад я опубликовал свой прогноз даже если хотите мы можем сейчас его найти я тогда сказал что в конце сентября точнее 29 сентября озвучу свой новый прогноз давайте я быстренько просто это покажу когда я это писал чтобы вы понимали что вот в таком виде практически вы увидите мою новую оценку это было либо 31 либо 1 сентября сейчас найдем эту статистику и соответственно надеюсь страничка будет загружаться хорошо дать попробуем сюда зайти ну хорошо я предполагал что она сейчас загрузится так одну секундочку вот он мой предварительный прогноз роста ввп сша за третий квартал 2017 года тогда я указал рост в 2 процента и четыре десятых объяснил четко и ясно свое видение конечно взятом виде здесь сказал что я обновлю свою оценку по росту ввп 29 сентября соответственно 29 сентября когда выйдет вот эта статистика у меня практически обновится мой прогноз по экономическому росту и он будет публикован в понедельник по сша вот она вся самая важная статистика идем дальше давайте посмотрим что у нас сейчас по австралии следующая валюта по австралии на самом деле хочу сказать что почти ничего существенного нет есть выступление главы резервного банка заместителя главы резервного банка австралии и конечно запаздывающая статистика кредитования частного сектора которая публикуется в пятницу все вот эти индикаторы мы мы будем уже обсуждать еженедельно следующая валюта новая зеландия по новой зеландии много важных индикаторов торговый баланс плюс прогноз деловой активностью от национального от банка австралии точнее там от аэнзет австралия но консорциум австралии новой зеландии финансовые в четверг вечером или для кого-то в среду поздно вечером получается в то есть в полночи будет опубликовано решение резервного банка новой зеландии по процентной ставке предполагается что резервный банк новой зеландии сохранить ставку на текущем уровне пока еще никто не ожидает что в этом году резервный банк новой зеландии поменяет свою риторику или точнее свою монетарную политику но как минимум мы должны понимать что это очень важное событие для новозеландского доллара и тогда новозеландский доллар может очень очень серьезно отреагировать на эту тему я сегодня писал свой обзор по новой зеландии в разделе аналитика форекс можете его посмотреть почитать здесь у меня технический анализ по валютной паре новозеландский доллар доллар я объяснил как предполагаю что может отреагировать новозеландский доллар то есть как может развиться ситуация в ближайшее время их конечно мы это будем обсуждать следующее что хочу сказать о новой зеландии значит только что прошли вот эти выборы в парламент парламентские выборы состоялись в субботу выиграла правящая партия национальная партия новой зеландии но раз все равно не смогла собрать большинство то есть у него нет большинства и соответственно ей будет нужно делать коалицию на самом деле я и ранее говорил что на мой взгляд все вот эти политические выборы и так далее это политические события не в краткосрочной перспективе создают волатильность по валюте а потом практически этот эффект исчезает просто потом уже валюта следует траекторию экономики соответственно да в краткосрочной перспективе всегда выборы создают некую волатильность но потом этот эффект исчезает следовательно выборы прошли у нас сейчас впереди заседание резервного банка новой зеландии вот она может повлиять на новозеландский доллар идем дальше что у нас по евро по евро зоне давайте посмотрим где у нас здесь еврозона так и давайте посмотрим что у нас в течение этой недели сегодня начинается выступление главы эцб мария драги в брюкселе перед европарламентом конечно он всегда отвечает здесь на все вопросы по денежной кредитной политики поэтому имейте ввиду что сегодняшнее выступление может создать серьезную волатильность по евро соответственно будьте ночку она начинается в 16 00 обычно вот эти выступления длятся очень долго может продолжиться часом может два может два с половиной часа так что по евро вот такая ситуация потом в четверг публикуется несколько важных индикаторов это индекс деловой делового оптимизма промышленности уровень доверия потребителей и так далее но конечно ключевое событие это предварительные данные по инфляции потому что если повышается инфляция в известной степени это хорошо для европейской экономики если эта инфляция повышается за счет экономического роста и наоборот если инфляция снижается за счет экономического роста это будет плохо для европейской экономики а как это может поверять на евро будем обсуждать уже в четверке в Потому что здесь в настоящее время есть очень много важных нюансов. Думаю, что более детально мы сможем их обсудить в четверг или в пятницу до публикации этого индикатора. Соответственно, вот в целом, что у нас по Европе. Выступление главы ЭЦБ сегодня перед Европарламентом и инфляция, которая публикуется в пятницу. Это предварительная оценка за текущий месяц сентябрь. Идем дальше. Давайте посмотрим, что у нас по Великобритании. Заранее хочу сказать, что сегодня состоялось отчет или выступление Комитета по финансовой политике. Или это FPC, Financial Policy Committee. На самом деле, я пока еще не прочитал этот документ. У меня не было времени, к сожалению. Но я это попытаюсь сегодня вечером сделать, потому что это очень важно. На прошлой неделе вспоминаем, что Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, выступала во Флоренции. В целом, она сказала, что для Великобритании важно, чтобы сохранить хорошие экономические связи и торговые отношения с Евросоюзом. Она выразила мнение британской, желание британской индустрии, чтобы после референдума, после того, как Великобритания выйдет из Европейского Союза, сохранился период на протяжении двух лет, во время которого все-таки вот эти преференции британских производителей к общему европейскому рынку сохранились. То, чтобы не повышать так сильно вот эти тарифы и барьеры для британских продуктов и, конечно, имеется в виду для британских производителей. В целом, вот она озвучила свое пожелание. Сможет ли это произойти? Мы посмотрим. Переговоры между Евросоюзами, между Великобританией уже идут почти год, можно сказать. Посмотрим, смогут ли практически европейцы и Великобритания договориться, чтобы хотя бы известное время после Брекзита Великобритания и Евросоюз сохранили свои вот эти экономические связи, без каких-либо дополнительных тарифов на продукцию. Хорошо. В дополнение в среду публикуется ВВП. Конечно, это финальная оценка за второй квартал. Это уже в цене. Но по логике, если произойдет некий сюрприз, это будет важно для британского фунта. Мы это будем обсуждать. Конечно, выступает Марк Карни два раза. В целом, он выступает вообще на другие темы. Но всегда важно, если господин Карни затронет тему денежно-кредитной политики. Идем дальше. Давайте посмотрим, что у нас значит по Канаде осталось, если не ошибаюсь, и по Швейцарии. Значит, по Канаде очень-очень важное событие, уважаемые зрители. Первое, что хочу сказать, если... Так, секундочку, я просто не убрал фильтр по Великобритании. По Канаде, почему говорю, очень важное событие. В среду будет выступление главы Банка Канады Стивена Полза на тему монетарная политика. То есть, тема будет монетарная политика, каковы взгляды Банка Канады по экономическому росту и, соответственно, по монетарной политике в ближайшее время. Так что, сейчас канадский доллар в среду может очень сильно отреагировать на вот это выступление, потому что мы знаем, что в Канаде начался цикл повышения ставок. В известной степени мы говорим цикл, потому что произошло оно повышение. Может быть, в конце года будет еще одно. Поэтому будет очень важно сейчас для рынка, что именно глава Центробанка собирается рассказать на тему экономический рост и монетарная политика. Любые практически намеки на повышение процентной ставки могут солидно повлиять на канадский доллар. Будьте на чеку. И, конечно, публикуется ВВП за месяц июль. Это первый месяц текущего третьего квартала. В пятницу мы эти события будем обсуждать. На мой взгляд, это очень важная речь. Она может создать серьезную волатильность по канадскому доллару именно в среду. Давайте посмотрим, что у нас по Швейцарии. Сразу хочу сказать, что не так много важных событий, индикаторов. В целом, UBS Bank, ZEF, Institut ECOF публикуют свои индикаторы по экономике в среду и в пятницу. На мой взгляд, эти индикаторы сейчас носят некий второстепенный характер для швейцарского франка. Поэтому давайте в детали сейчас их не будем обсуждать. И что хочу сказать. Последнюю валюту, которую мы должны обсудить, это японская иена. Значит, по Японии завтра публикуется протокол от предпоследнего заседания Банка Японии. Сегодня было выступление главы Банка Японии Харухико Кородо. Он сказал, что Банк Японии будет продолжать программу количественного смещения, пока инфляция не дойдет стабильно до 2%. И что в целом практически в Японии идет экономическое улучшение, но от программы пока рано отказываться. Поэтому рынок считает, что Банк Японии пока еще не сделал ни одного намека о прекращении программы выкупа активов. Соответственно, мы это должны учитывать при торговле на валютном рынке. Также будет опубликована инфляция в конце недели. И очень много дополнительных индикаторов. Вот она вся статистика по инфляции. На самом деле потихонечку инфляция поднимается. Вот национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания составил 0,5% в годовом выражении за месяц. И сейчас выйдет инфляция за месяц август. Мы все-таки должны понимать, что Харухико Кородо, то есть глава Банка Японии, нам неоднократно подчеркивал, что пока до 2% не дойдет эта инфляция, они от программы не будут отказываться по выкупу активов. И, конечно, после этого есть очень много важных индикаторов по промышленному производству, по розничной торговле. Это важная статистика, потому что вот смотрите, розничные продажи выросли в годовом выражении на 2,6%. Хочу сказать, что и промышленное производство повышается солидными темпами в Японии в последнее время. И именно за счет внутреннего спроса сейчас идет улучшение в японской экономике, падает безработица. И предполагается, что заработная оплата потихонечку может начать расти. Посмотрим, будем обсуждать статистику. Но у меня в целом по календарю это все. Жду ваших конкретных вопросов по календарю. Календарю, есть ли какие-то вопросы, уважаемые зрители, по макростатистическим индикаторам, по событиям. Если есть, пишите в чате, жду ваших вопросов. Так, есть ли конкретные вопросы по календарю, по событиям? Если есть, пожалуйста, пишите в чате. Если, конечно, вопросов нет, ставим свои плюсики и мы переходим к графикам. Так, поскольку я понимаю, вопросов нет. Конечно, если у вас возникнут вопросы по календарю или вообще по всем макроэкономическим индикаторам, можете написать потом в чате. Я с радостью озвучу свое мнение, то есть ответ дам на ваши вопросы. Начинаем. Первое. Долларовый индекс. Знакомый нам график. Долларовый индекс находится под давлением. Но последняя свеча, которая сейчас рисуется на месячном таймфрейме, а именно за текущий месяц, сентябрь, очень часто меняет свой характер. Ранее здесь была медвежья хорошо выраженная свеча, потом был дочь, сейчас снова сохраняется этот дочь. Мы знаем, что ситуация развернулась. Давайте на четырехчасовом таймфрейме посмотрим на график. После вот этого прыжка валютной пары 20 сентября, когда на прошлой неделе в среду вечером Центральный банк США, точнее Федеральная резервная система США, немножко смягчила свою риторику по ужесточению денежно-кредитной политики, то есть смягчила свою риторику по циклу повышения ставок, мы это комментировали, вот с того момента практически немножко доллар получил психологическую поддержку. И именно с того момента свеча выглядит в качестве дочь. Конечно, на мой взгляд, если при более мягкой монетарной политике со стороны Федрезерва американская экономика сможет восстановить свои нормальные темпы роста, потихонечку мы здесь можем сформировать впадину. Впадину на уровне вот этой впадины, то есть вот она на этом уровне, то есть вблизи этой впадины. Конечно, здесь это может растянуться, но как минимум мы должны понимать, что доллар все-таки пока еще находится под давлением, тут нет разворотной свечи, соответственно, любая покупка американского доллара связана с риском. Все-таки я уже не говорю с большим риском, потому что может оказаться так, что потихонечку здесь нарисуется некая впадина. Идем дальше. Пара евро-доллар. Уважаемые зрители, на месячном тайм-фреме у нас впервые рисуется потенциально разворотная свеча. То есть это на сегодняшний день она выглядит в этом виде. Прошли выборы в Германии. Госпожа Меркель, скорее всего, будет в очередной раз канцлером Германии. Но я и до этого говорил, что политические выборы и так далее, они вызывают краткосрочную волатильность. А потом, соответственно, валютная пара или валюта уже следует за развитием экономики. А у экономики есть долгосрочный тренд. То есть вряд ли политический новый лидер или президент или так далее мог, сможет как-нибудь сильно повлиять на экономику. Я там много раз обсуждал, поэтому сейчас не буду повторяться. Стоит ли сейчас открывать короткую позицию в паре евро-доллар? Я бы полностью воздержался. Почему? Потому что эта свеча пока еще не закрепилась. Во-первых, эта свеча пока не закрылась. Во-вторых, эта свеча всего лишь одна. То есть это вполне недостаточно, чтобы принять такой риск. Надеяться, что пара пойдет вниз. Тем более, что на четырехчасовом тайм-фрейме все-таки на сегодняшний день сохраняется восходящий тренд. Конечно, уже видно, что этот восходящий тренд значительно слабеет. Я это много раз в последнее время объяснял, почему здесь две вершины на одном и том же уровне. На часовом тайм-фрейме мы четко и ясно движемся в вот этом диапазоне. И видно, что вот эта вершина, которая была сформирована и играла важную роль, как я ее называю, ключевой вершиной, вот здесь, она никак не может обновиться. То есть несколько раз после окончания вот этого коррективного движения пара евро-доллар пытается подняться выше середины вот этого диапазона, чтобы обновить вот этот локальный максимум, вот эту ключевую вершину. И никак не получается. И на самом деле, ключевое движение вниз, оно произошло именно во время заседания Федрезерва. Точнее, после публикации итогов заседания Федрезерва. Это было в среду в 21.00 по московскому времени. Вот с того момента пара уже несколько раз пытается подняться к этой вершине. Она поднимается, но не может ее превысить. Соответственно, для меня это четкий ясный сигнал, что в этом диапазоне что-то евро не хватает. У евро в настоящее время нет сил для того, чтобы подняться хотя бы к этим вершинам. Соответственно, я бы даже и в этом диапазоне на х1 не покупал евро. Видно, что на х1 на часовом таймфрейме идут первые попытки для того, чтобы здесь произошел прорыв трендовой линии. Мы посмотрим в ближайшие дни, произойдет ли здесь прорыв. Но я лично контртренд пока еще не буду торговать. Для меня тренд будет сломан, восходящий. Только в случае, если валютная пара евро-доллар опустится ниже вот этого уровня. То есть ниже вот этой впадины. Вот когда произойдет движение вниз на 4-х часовом и на часовом таймфрейме, которое обновит вот эту впадину, вот эту здесь, вот только тогда я для себя скажу, что этот восходящий тренд сломан. Сейчас просто идет тестирование линии тренда. То здесь у меня практически нет желания играть в контртренд. Фунт-доллар. Что у нас есть? Знакомый нам график. На weekly таймфрейме мы знаем, что мы находимся в верхней части этого диапазона. Давайте я уберу вот эту линию. То есть мы находимся в верхней части диапазона. Конечно, по логике, если американский доллар потихонечку начнет отыгрывать свое снижение, которое началось с марта текущего года, здесь по логике мы можем прикоснуться к этой нижней линии. Но я все-таки по британскому фунту боюсь торговать. Контртренд. Поэтому я воздержусь. Соответственно, даже если мы перейдем на более мелких таймфреймах, видно, что идет очень схожий такой диапазон, как в паре евро-доллар последнее время на часовом таймфрейме. И мы находимся сейчас в нижней части вот такого потенциального диапазона. Все-таки здесь пока еще нет выхода вниз, поэтому играть в контртренд я также здесь не собираюсь. То есть за парами евро-доллар и фунт-доллар я просто наблюдаю. Пара доллар-швейцарский франк. Вспоминаем, что здесь идут попытки формирования впадины в нижней части потенциального диапазона. Давайте я на свечном графике покажу этот диапазон. На уикли таймфрейме здесь произошло несколько раз бычье поглощение. Соответственно, на дневном таймфрейме впервые идут попытки прорыва линии нисходящего тренда. То есть вот она практически первая свеча на дневном таймфрейме, которая пытается закрыться выше этой линии нисходящего тренда. Помните, что для меня эта пара всегда была интересна в последнее время. Я говорил, что тут при определенных возможностях буду подключаться. На прошлой неделе я озвучил свое видение по этой валютной паре. Я сказал, что открывал сделку после заседания Федрезерва на уровне 96.79. То есть 0.96.79. На самом деле, давайте вспомним. На прошлой неделе в пятницу, когда был наш обзор в это время, пара была именно так же на этих уровнях, хотя я вот здесь открывался. То есть тогда даже можно было бы подключиться и по уровню чуть лучше моего. Еще раз хочу напомнить, и тогда я говорил, что если кто-то подключался, и это будет копировать, все-таки вы должны понимать, что я здесь исхожу из тяжелого месячного таймфрейма, вот из этих свечей. Поэтому стоп-лост должен находиться ниже вот этих теней, вот этих свечей. Эти тени доходили до 94 приблизительно. Поэтому я говорил, что мой стоп-лост находится ниже вот этого уровня. На самом деле, я его выложил на 93.90. Сегодня я рано утром это указал в разделе аналитика Форекс, когда я писал по швейцарскому франку. Соответственно, давайте я это здесь покажу. Рано утром, когда это было опубликовано. То есть, вот это здесь. Почему хочу открывать вот эту новость. Уважаемые зрители, вот у меня здесь все было описано, и то, что я раньше писал. Следующее. Если у вас возникают конкретные вопросы к этим графикам, с потенциальным сделкам, пишите здесь в чате. Я смогу, конечно, только вечером вам ответить, потому что на рабочем компьютере у меня нет доступа к этому чату. Соответственно, я буду писать по вечерам, если у кого-то есть вопросы. Но, так как я там указывал свои стоп-лоссы, плюс по этой сделке мы много раз говорили, еще раз хочу напомнить, что я буду пытаться на дневном тайм-фрейме, если здесь формируется вот этот восходящий тренд, помните вот эти зеленые линии, которые я рисовал, я буду пытаться в этом восходящем тренде торговать, то есть периодически закрывать свою позицию или частично ее закрывать. И потом, соответственно, при неком тестировании линии восходящего тренда, пытаться снова при развороте потенциального восходящего тренда подключаться. То есть буду пытаться вот это делать. Соответственно, если я буду совершать такие сделки, конечно, буду стараться для сайта в разделе аналитика Форекс это описывать. Еще раз хочу сказать, это не является никакой рекомендацией для открытия сделок. Каждый для себя сам решает. Я на прошлой неделе говорил, что копировать друг друга иногда очень сложно, потому что каждый видит рынок по-своему. Плюс любой человек может совершить ошибку, может оказаться, что вы именно скопируете некую сделку, не только мою и любую, именно когда она будет убыточной. Так что это просто мое видение, каждый уже сам для себя решает. Здесь думаю, что все было четко и ясно озвучено. Читаю ваши вопросы. Какие зоны, Хасанов Айнур, вы пишете по поводу неких зон? Просто я вижу, что у вас произошел тот разговор уже в чате. Скорее всего, это не касает ваш разговор, мой график. Но если эти зоны, о которых вы пишете, связаны с моим обзором, Хасанов Айнур, можете написать в чате. Просто я вижу, что вы там общаетесь с другими участниками, обсуждаете ваши сделки. Хорошо. Вижу, что Гайдуков Владимир написал. Я открылся на 0.97.18, стоп-лосс 0.95.85. Владимир, знаете, что я хочу сказать? Потому что, если я не ошибаюсь, именно вы сегодня рано утром... Не, да, вот я вижу, что вот именно вы рано утром написали спасибо за своевременный обзор. Плюс я вижу, что вы очень часто начали писать в комментариях у моих обзоров. Поэтому сразу, когда прочитал ваше имя, предположил, что вы, скорее всего, решили к такой сделке подключиться. Еще раз хочу сказать, что я исхожу из тяжелых таймфреймов. Даже здесь вот этот тренд, который я показываю, он на дневном таймфрейме. Но не забывайте, что я отталкиваюсь от вот этих потенциальных бычьих поглощений, которые есть на месячном и на weekly таймфрейме. Вот они. Соответственно, это очень тяжелые таймфреймы. И, соответственно, поэтому у меня стоп-лосс находится ниже вот этих теней. А вы уже сами решаете. Вот вы, например, поставили на уровень 95.85. Давайте посмотрим, где находится этот уровень 95.85. Вы знаете, на самом деле это не настолько плохой уровень, потому что он чуть ниже практически вот этой трендовой линии. Плюс, если посмотрим на часовой таймфрейм, докуда спускалась, опускалась вот эта пара во время заседания Федрезерва, мы видим, что это приблизительно 95.85. То есть, поскольку я понимаю, Владимир, вы именно отталкиваетесь от вот этой свечи, которая сформировалась во время заседания Федрезерва. 95.85. Конечно, я вам желаю удачи. Плюс для меня это будет намного лучше, если пара не спустится до этого уровня. Но еще раз хочу сказать, что у меня стоп-лосс находится там. Я это обсуждал и на прошлой неделе. Объяснял, что если кто-то будет копировать, должен понимать, что мы говорим о тяжелых таймфреймах. Хорошо. Идем дальше. Евро-франк. Пара находится выше вот этой вершины. Соответственно, это хороший сигнал для пары доллар-франк. Еще раз хочу сказать, уважаемые зрители, что я буду следить за этим индикативом евро-франк. Если он упустится значительно ниже вот этого пунктира, то есть ниже вот этой вершины, для меня это будет сигнал, что нужно отслеживать, что здесь происходит с доллар-франк. Так, в любое время я написал, что при форс-мажоре, если вдруг там ухудшится резкая экономическая ситуация в США на фоне некого индикатора или произойдет некое важное выступление там глав центробанков и так далее, я могу отказаться от этой сделки в любое время и закрыть ее вручную. Но пока у меня стоп здесь. Так, идем дальше. Доллар-иена. Уважаемые зрители, здесь все вспоминаем, что пара находится в потенциальном центре потенциального диапазона, то есть это некий центр потенциального диапазона на тяжелых таймфреймах, на манфли и на уикли, на хашаде, на часовом таймфрейме или давайте перейдем на 4-часовом таймфрейме. Я недавно поставил вот этот потенциальный диапазон. Также у меня здесь есть сделки, которые я объяснял и для сайта, и здесь во время наших обзоров. Хочу сказать, что я рассматриваю потенциальное движение вот в этом восходящем тренде. Но знаете, что я хочу сказать? На прошлой неделе я говорил, что если пара в верхней части сделает паузу, вернется к трендовой линии, вот этой трендовой линии, давайте я попытаюсь его лучше провести через вот эти локальные впадины, чтобы она шла ровно через вот эти впадины, которые здесь свечи. Хочу сказать, что все-таки на прошлой неделе я говорил, что при возобновлении я буду добавлять ту позицию, которую здесь закрывал. Еще я ее не добавил. У меня все время идет колебание, потому что по США очень сомнительно, что рост будет от 2% в этом году. Очень сомнительно на сегодняшний день. И поэтому я пока решил не подключаться к потенциальному вот такому движению вверх. То есть у меня здесь та сделка, которая открывалась после заседания Федрезерва. Хочу сказать, что я практически здесь половину закрыл. Это было написано на сайте. Потом я написал, что может быть снова открою эту половину при вот таком сценарии. Хотя пара развилась по этому желаемому сценарию. Давайте даже я это здесь зайду в торговые идеи, там лучше видно. Думаю, что это было там или скорее всего это не было там. Хочу сказать, что пока еще я здесь не подключался. И на самом деле нет, к сожалению, этого здесь нет. То есть, ну хорошо, вы знаете эту мою позицию по паре доллар-иена. Я сейчас ее найду. Это было после заседания Федрезерва. Так, вот она практически сделка на покупку остается актуальной. Хотя я здесь писал, что в случае вот такого развития я буду подключаться снова на покупку. Я вот эту половину не добавил. Сейчас загрузится график. Имейте в виду, оставляю всего лишь половину. Хорошо, идем дальше. Пара доллар-канадский доллар. Мы знаем, что здесь канадский доллар повышается против американского доллара. Я бы ни в коем случае не покупал вот эту пару, пытаясь уловить нюху впадину. Много раз об этом я говорил. Вот он нисходящий тренд на дневном таймфрейме. Четко и ясно он виден между красными линиями. Мы находимся в верхней части этого диапазона. Но, как и на прошлой неделе, я хочу сказать, все равно на продажу пока еще нет сигнала. Соответственно, я здесь на продажу пока еще не буду подключаться. Хотя тренд нисходящий. На х4 мы четко и ясно пока еще сохраняемся в вот этом восходящем тренде. Поэтому я не буду его сейчас рисовать. Удаляю вот эти линии. То есть четко и ясно видно, что здесь идет восходящий тренд на х4, х1. Но, соответственно, мы находимся в верхней части нисходящего тренда, которая на дневном таймфрейме. Так, надеюсь, здесь загрузился график. Вот в паре доллар-иена практически то, что я объяснял. Что в случае прыжка потом отсюда, если отскочит пара от линии сопротивления и вернется к трендовой линии, я здесь буду подключаться. То есть, но это практически я не сделал. Еще раз хочу вам это сказать. Если кто-то там меня копирует, чтобы знал, что я эту половину пока еще не открыл. Идем дальше. Значит, в паре доллар-канадский доллар. Просто наблюдаю за этим инструментом. Мне хватает доллар-франк. Открытая сделка. Вот это пол-сделка на часовом таймфрейме в паре доллар-иена со стоп-лоссом на уровне 110.50. Австралийский доллар находится в верхней части диапазона. Пока еще не вижу никаких сигналов на продажу. Сработает ли этот диапазон, мы в долгосрочной перспективе узнаем. Скорее всего, я предполагаю, что он может сработать. Но пока я здесь воздержусь от сделок. Новозеландский доллар-доллар. Схожая ситуация. Мы находимся в верхней части потенциального диапазона. Знаем, что в августе произошло медвежье поглощение. Но оно практически на weekly таймфрейме, на следующем таймфрейме не подтверждается. Почему? Потому что здесь идет восходящий тренд. Вот он, восходящий тренд. И мы сейчас находимся просто в центре, в самом центре этого восходящего тренда. Поэтому от вот этого медвежьего поглощения на месячном таймфрейме я пока еще воздержусь. Потому что такая сделка у меня пробная была в паре фунт-доллар, которая закрылась по стоп-лоссу. Мы ее обсуждали много раз. Поэтому я, хотя новозеландский доллар отличается от фунта, все равно я воздержусь. На самом деле, если мы перейдем к более мелким таймфреймам, я сегодня писал для сайта свой обзор по новозеландскому доллару. Хочу сказать, это видно хорошо будет здесь на 30-минутном таймфрейме, скорее всего. Нет, давайте на часовом таймфрейме. Я это покажу. Давайте даже лучше на 4-часовом, потому что у меня здесь монитор меньше и график практически не получается. Ранее я торговал вот в этом нисходящем тренде. Мы его обсуждали. Здесь, когда практически нисходящий тренд был сломан, когда мы поднялись не только выше вот этой вершины, но и выше этой вершины, тренд был сломан. Я отказался от этого тренда и я его убрал. Сейчас идет восходящий тренд. Вот он практически восходящий тренд, который идет на 4-часовом и точнее на часовом таймфрейме. Он хорошо виден. Поэтому сейчас пара новозеландский доллар находится в восходящем тренде, но мы находимся в нижней части восходящего тренда. Мы тестируем линию тренда. И пока нельзя утверждать, что здесь начнется восстановление восходящего тренда. Стоит ли, соответственно, покупать? Нет. Потому что мы просто тестируем вот эту линию восходящего тренда. Впереди заседание Резервного банка Новой Зеландии. Вот оно может определить судьбу этой валютной пары в известной степени. Либо продолжится восходящий тренд, конечно, либо будут первые попытки для прорыва трендовой линии и для того, чтобы тренд был сломан. До четверга я точно по этой валютной паре не буду торговать. И, конечно, последний инструмент – золото. У меня также здесь оставлена сделка на продажу. Половину, которую я вот здесь открывал. Если не ошибаюсь, это был уровень 1297.90 или 1290.80.70. Где-то там, просто я уже это не отслеживаю. Но у меня практически тейп профит остается на уровне 1285 с копейками. При необходимости, как и в паре доллар-франк, я эту сделку могу закрыть вручную, если по США возникнут некие очень-таки негативные сигналы по экономике. В целом, по золоту мы находимся в нисходящем тренде на H1. Но мы понимаем, что здесь ранее была вот эта двойная вершина. И, соответственно, будет ли прорыв вот этой двойной вершины в ближайшее время узнаем. Жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обзору. Если они есть, пишите в чате. Так, уважаемые зрители, если есть вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Если, конечно, вопросов нет, нам пора прощаться. Тогда включаю камеру. Спасибо, Владимир, за то, что вы поставили вопросов нет. Еще раз хочу вам напомнить, уважаемые зрители, что сегодня в 16 часов начинается выступление главы АЦБ Мария Драни в Европарламенте по монетарной политике. Будьте аккуратными. Иногда эти выступления длятся приблизительно 40 минут, иногда час, иногда два часа. Когда-то может быть и два с половиной, потому что там выступает много представителей. Имею в виду не АЦБ, а вообще Европарламент спрашивает очень много вопросов. Поэтому будьте аккуратны. Читаю ваш вопрос, Мухаммед Чин Митхан. В планах нет комментировать ЮАН? К сожалению, пока нет. Я объясняю. Я хотел сделать ранее курс и по обзору по российскому рублю. Но интереса, к сожалению, не было со стороны нашей аудитории. Всего лишь Ольга и Татьяна, если я не ошибаюсь, написали. У нас была даже страничка в соцсети, где была анкета, опрос, у кого какие пожелания. И никто практически, вот Ольга поставила свой плюсик. Я и тогда сказал, к сожалению, оказалось, что всего лишь 2, 3 или 4 человека, у которых есть интерес к этим валютам. И соответственно, вы понимаете, что проводить обзор всего лишь для нас получится. Для нашей маленькой ограниченной группы мне никто не позволит, чтобы отступили мне этот зал, технику и так далее. А так, если бы была возможность, конечно, мы бы это проводили. Хорошо, вижу, что вопросов нет. Соответственно, всем огромное спасибо, удачного дня и до завтра. С вами был Веселим Питков, аналитики Инвестиционной Академии. Продолжение следует...